два удара что имеется ввиду не все через 15 лет друзья смешно было про тебя выдает смех реально просто я понял окей два удара удар номер два вы все слышали про нейронные сети нейронные сети искусственный интеллект и читали всякие статьи что типа дизайнеров это не коснется сейчас я вам покажу как это коснется очень быстро и все творческие процессы будут выдаваться наиболее коммерчески успешные когда нейронки станут дешевыми и доступными всем компаниям я сделал эксперимент и сейчас нем расскажу сыграли вручную нейронку такую то есть как сделать у меня была задача год назад я хотел обогнать тренд на полгода сейчас расскажу как это получилось путем систематического анализа трендов миксования и создания одежды исходя из чисто прагматичных элементов анализа якобы что нас не делают в россии даже больших компаниях и так вы сейчас думаете что нейронки через 20 лет вы молоды или у вас много сил или нейронки не тронут творческие профессии все хуйня тронут очень сильно смотрите почему и тут написано google adwords это такая история который google trends точнее показывает пики спроса кто смотрел сериал про чернобыль смотрите чернобыль почти всем понравился вызвал огромный пик вот что здесь нарисовано я вам сейчас расшифруть а вам же вам не видно да смотрите 16 июня пик спроса все начали гуглить вышло по моему 3 мая если не ошибаюсь или 3 июня сейчас посмотрим вот это февраль вот это октябрь месяц кому нахрен нужен был чернобыль кому вообще мы сделали в августе коллекцию воздух про чернобыль и вот например комбинезон который на мне да он из этой коллекции вот и он посвященный украинскому конфликту и так далее и мы сделали коллекцию еще за год до сериала когда мы показывали нам говорили что чернобыль это какая-то странная тема какая-то ну вы чё ребята выходящий поезд конфликта россии украина-америка заходите итак смотрите 20 декабря 18 года за полгода до сериала и вот до того пика выходит коллекция а ну я понял я понял я понял сейчас я графичики подключатся там будет про пику еще шутка сразу же как бы да есть здесь есть кто-нибудь то рисовал то вперед с песней друзья окей смотрите фишка не в том как классная коллекция и так далее а в другом я вам покажу на кейсе как была сделана коллекция который за полгода два чека по факту и делали за полгода мы ее показали в париже за год она была сделана а потом она все сказали нихуя себе ребята как так типа они спрашивали почему вы типа так вдохновились что сделали коллекцию мы сказали да мы за год уже сделали за пол уже отшили все лежало это интерпретация костюма химика мы взяли здесь знаки советского союза гост все значки там и так далее да мембранные ткани переосмыслили костюм химика костюм военного взяли все истории с той идентики которая была в том регионе конец 80 70-х это хороший принт кстати потому что в шов можно было увести как бы и типа нематерное слово берите на вооружение кто с одежды работает хотя я завтра уже сделаю окей здесь мы работали с военным из переосмыслили чиновника кстати эти моменты кто с одеждой работает смотрите модульная история еще в россию не пришла то есть мы делали шерсть пальто это съемная штанина и все вместе пальто получается да а по факту это модуль то есть это будет чуть попозже еще здесь вот ну и обязательно украинский язык мне очень нравится он выглядит и очень конфликтная история до сих пор как бы плюс когда на украине еще только началось все я делаю три граффити большие с надписью мира у меня был мирный митинг такой на неском проспекте сделал три большие граффити сейчас покажу это к разговору немножко личная история я считаю что должна быть личная даже если дизайнер как по крас говорил от дизайнера художнику правильная дорога идет через утоление людских нужд потом в арт да вот то стараться максимально найти что-то свое делать после того как вы помогаете людям смотрите что мы еще здесь сделали здесь не об этом лекция но я покажу что-то интересное это 14 февраля за полгода до пика спрос еще никто не понимает ни хрена мы в париже на fashion week и мы сделали в каждого архетипа свой qr-код внедрили идея не новая совершенно но имейте ввиду что одежда даже в европе очень передежный рынок очень рынок очень рынок такой как бы древний да им qr-код шокирует как бы вся эта история мы сняли видео под лендинг адаптировали каждому герою свое видео и вот так это работало тогда еще я буду говорить что там говорю короче я говорю что привез всех в париже в таком-то месяце и мы показываем коллекцию про чернобыль про катастрофу который как будто и не было то есть мы интерпретировали ее на футуристичный лад и я говорю смотрите сейчас я вам покажу маленькую магию то есть я говорю у меня телефон и там из живанши кстати стоит дизайнер он был моделью там приглашенный вот и простая механика ребята но байеры просто офигевали то есть адаптированный лендинг под него адаптированные видео у каждого свой архетип это жилет был ну это минутное видео которое показывает одежду и эмоциональные страхи боли ценность этой одежды то есть чтобы архетип клиента был более расположен к этому это можно спиздить и приделать где угодно как бы в любом продукте я очень хочу чтобы все воровали но типа есть это не воруются значит и говно какое-то так что если вы я уйду без куртки я чувствую вот вот а как это выглядело смотрите могу показать нормальном качестве это архетип химика три архетипа в коллекции наводишь на qr-код и начинается история но оба как рационально как сидит одежда и заложенный смысл в коллекции потому что когда приезжаешь европу в одежде по крайней мере первый вопрос такой какую социальную проблему решает ваша одежда им просто похуй на ткани на посадку а мы так старались мы так старались сделать отличную посадку они даже не спросили нас в европе видели все посадки все ткани все силуэты они первые что спросили какую проблему решает коллекции я им говорю возьмите просто свой телефон наведите и начинают как дети играть с кожей механики можно использовать везде почти и еще мы снять этот один день до вылета на копеечные деньги ночую вас в студии просто на полу то есть все можно сделать через там из говна и палок но в итоге понравится и будет работать только не ждать ни в коем случае это солдат вот эти вещи там да какие страхи у солдата он защищает границы чего он не любит мигрантов нарушителей кто солдат нашем обществе рабочий класс работяги силовики они всегда выступают против они такие часто националистически окрашенные и мы проводили параллели между солдатом того времени и рабочим классом здесь и показывали вот эти вот моменты и наводишь работает в бизнес спасибо с бизнесмена получилась полная шляпа потому что уже монтировали когда я в самолете был и там уже ребята все мертвые были то есть там прям ну там мы хотели сыграть в олега тинькова как бы но олег не согласился с нами сниматься тогда вот сделали очень-очень так как бы но было зато то есть что у чиновников тогда было как бы тоже деньги положения какой страх большой самый бизнес и здесь сохранность капитала как бы ну и мы отражали здесь старались отразить как-то подручными средствами эту вещь вот курс валюты так далее опять же давайте дальше пойдем не забываем что я хочу вам рассказать и напугать вас про нейронки а потом подвести к второй вещи которые можно делать сейчас прямо здесь то есть первое я вас пугаю тем что будет дальше и объясняю что сайта которые говорят что творческих специалистов не тронут нейронки пиздят как бы потому что мы сейчас ну просто показали в этой коллекции что ну системный подход в творческой супер творческой сфере позволяет с большой вероятностью обгонять тренд а если делает компьютер они илья его там помощник который там еле еле умеет рисовать да то как бы ну это иначе идет выход идет просто технологии дорогая пока это означает что вы без рабочих мест будете через какое-то время но есть еще вариант ну и вот смотрите 6 мая 2019 года выходит сериал вот у нас получается коллекция была 14 февраля уже в париже 20 декабря уже была отшита лежала в санкт-петербурге нейронки смогут это делать на постоянной основе но это случится еще не скоро поэтому можете пока забить но надеюсь что у вас останется внутри что не стоит забивать что делать с этим по факту смотрите вариант понятен всем но я много работы с дизайнерами я с собой боролся очень долго сейчас мы переходим к цели нашего моего здесь визита я буду немножко злиться до разгоняться скорее всего потому что я знаю что почти у всех такая здесь проблема у вас я если я просто выкорчевал годами и пока это не выкорчевал то у меня были просто галяки по деньгам по всему по связям по общению сидишь как затворник дома работаешь стол все не нравится перфекционист все говно ужас приходим ко второй теме второй удар и он происходит сейчас друзья просто вы не чувствуете он мягкий довольно таки